Владимир Путин объявил коронавирусные каникулы, но есть пара нюансов. Это приведёт к социальному напряжённости. Почему разрушаются покрытия оптических волокон? Ответ нашли учёные Казанского университета. Наши исследования направлены на изучение механизма деградации защитных покрытий оптических волокон. Вообще, сами по себе оптические волокна, они используются в телекоммуникациях, допустим, для передачи информации по сети интернет. Всем привет! В эфире Универньюз, а в студии Василиса Казьменко. Ректор Казанского федерального университета Ильшат Гафуров провёл рабочее совещание, темой которого стало обсуждение позиций вуза в международных и внутренних рейтингах, а также развитие в рамках программы «Приоритет-2030». Комментарий главы Минпромторга о том, какие предприятия будут работать в официально назначенные рабочие дни, узнаете в нашем следующем сюжете. Глава Минпромторга Российской Федерации Денис Мантуров дал комментарий о том, какие предприятия продолжат работу в официально объявленные президентом Владимиром Путиным нерабочие дни. По словам главы Минпромторга Дениса Мантурова, в нерабочие дни официально продолжат работу системообразующие предприятия, производство непрерывного цикла, компании по выпуску антиковидной номенклатуры и продуктовый ритейл. Но что же сказать о тех, кто останется дома? Что станет с бизнесом и остальными структурами? Получат ли они какие-нибудь привилегии за промежуток нерабочего времени? Об убытках, которые получили бизнес-структуры, подробнее рассказал первый заместитель председателя правительства Российской Федерации Андрей Белоусов. О том, что может произойти, если правительство не ведет меры поддержки для бизнеса, и как в перспективе это может отразиться на бюджете страны, прокомментировал профессор Казанского федерального университета Игорь Кох. Это приведет к социальной напряженности, и это снизит и без того низкую покупательную способность населения, что также негативно. Также хочется отметить, что россияне смогут покупать все товары первой необходимости в объявленные карантинные дни. Амир Ахтямов, Универньюз. В стенах КСК КФУ «Уникс» состоялся фестиваль для студентов первого курса «Открываем мир науки». Свои научные кружки презентовали представители социогуманитарного и естественно-технического направлений. В завершении мероприятия состоялась церемония торжественного открытия Ассоциаций студенческих научных кружков Казанского федерального университета. Представители Министерства иностранных дел России встретились в Москве с делегацией террористического движения «Талибан», запрещенного в Российской Федерации. Что сулят переговоры с непризнанными лидерами Афганистана, рассказал политолог Казанского университета Роман Пеньковцев. Этот визит «Талибов» в Москву – первый после захвата власти в Афганистане. Во время первого правления до 2001 года их признавали Саудовская Аравия, Пакистан и Объединенные Арабские Эмираты. А вот Россия с выводами не торопится. На ее территории движение «Талибан» признано террористическим. На Западе считают иначе. Россия нашла себе нового друга, предлагающего объединить силы против Америки. США уже во второй раз подряд уклоняются от встречи в рамках расширенной тройки в составе России, США, Китай и Пакистан. Сильнее осложнить отношения с Западом уже не получится. Они и так находятся в тупике, сообщил политолог Роман Пеньковцев. Россию куда больше интересует судьба афганцев и пограничных стран-союзников, чем интриги против США. Преждевременно говорить сегодня о каком-то объединении с правительством «Талибан», против кого-то или для чего-то. Поскольку, еще раз говорю, характер политики движения «Талибан» совершенно неопределен на данный период времени. Новое правительство Афганистана пока не признано ни одной из стран. Мы контролируем территорию, выполнили все условия и соответствуем всем стандартам, считают деликаты. Вопрос, поднятый на встречу в Москве, вновь остался открытым. Перед движением «Талибан» ставилось условие, чтобы было сформировано коалиционное правительство, представлявшее бы все силы, все политические движения, которые в настоящее время имеются в Афганистане. Но мы видим, что это условие «Талибан» не выполнил. Россия ожидает от «Талибана» реальных действий в борьбе с терроризмом. Больше международного признания «Талибан» беспокоит надвигающаяся зима. Переживший государственный переворот Афганистан нуждается в финансовой и энергетической поддержке. По итогам заседания участники выступили с призывом к ООН о необходимости организации донорской конференции. Ариадна Кугушева, Универньюз. Физики Казанского федерального университета установили причину разрушения покрытия оптических волокон. Ими был изучен ранее неизвестный механизм деградации защитного углеродного слоя. Подробнее в нашем следующем сюжете. Предыстория этого научного исследования такова. Один из крупнейших производителей оптических волокон, американская компания ОФС, столкнулся с проблемой нарушения герметичности защитных углеродных покрытий. Для решения этой проблемы компания обратилась к группе под руководством Сергея Харинцева, профессора кафедры оптики и нанофотоники Института физики Казанского федерального университета. Вообще сами по себе оптические волокна, они используются в телекоммуникациях, допустим, для передачи информации по сети интернет, в медицинских приложениях, а также в качестве сенсоров для измерения температуры, механических напряжений для измерения давления. Оптическое волокно – это тонкая нить из кварцевого стекла, которая позволяет передавать информацию с помощью света. Принцип передачи основан на эффекте полного внутреннего отражения света. На практике волокно зачастую используется в агрессивных условиях, подвергаясь воздействию высоких температур и давлений. Эти факторы приводят к росту оптических потерь. Для решения этой проблемы производители покрывают волокно защитным углеродным слоем. Видно, что диаметр этого оптического волокна с углеродным покрытием, он сравним вообще с толщиной человеческого волоса, а само по себе защитный слой имеет толщину всего лишь 10-100 нанометров. Начиналось все здесь, в этой лаборатории. Светлана Сапарина и ее научный руководитель, профессор Сергей Харенцев, поставили перед собой цель – выяснить, почему все-таки ухудшаются защитные свойства углеродных покрытий. В процессе работы с аморфными углеродными нанопленками физики обнаружили необратимое увеличение электрического сопротивления при многократных циклах их нагрева и охлаждения. Это позволило сделать вывод, что причиной разрушения защитного слоя является обогащение дефекта в структуре углерода молекулами воды. Важно отметить, что результаты исследования позволили компании ОФС оптимизировать технологию производства оптических волокон. Надежда Мещерякова, Александр Кузнецов, Универньюз. Средняя цена квадратного метра в столице Татарстана на вторичном рынке поднялась за месяц на 2000 рублей и составила 104 900 рублей. С чем связан рост цен на жилье, узнаете в нашем следующем сюжете. Если негде строить, то и нечего продавать. Поэтому и ипотека падает, и вторичка опережает новостройки. Так эксперты комментируют сложившуюся ситуацию на экономическом рынке. Недостаток новых проектов, наплыв по наехавших, рост цен, ставок и ужесточение условий ипотеки сделали сентябрь самым провальным за последние пять лет на рынке новостроек. По данным Управления Росреестр Республики Татарстан, в сентябре в республике зарегистрировано 1109 сделок, что на 10,5% меньше, чем в августе. По сравнению с прошлым годом, Дальевка и вовсе показала двойной спад минус 49% к сентябрю 2020 года. Это всегда бывает связано с двумя причинами. Первое – это снижение предложения. И второе – это рост спроса. В нашем случае имеют место оба фактора. То есть предложение снижается из-за того, что цены на материалы очень сильно выросли. То есть по некоторым позициям, допустим, там, смен, металлоконструкции, прочее, там, в полтора-два раза. Дорожают первичка и квартиры с историей. Особенно в дефиците предложения в Новосавиновском и Вахитовском районах Казани. Мало квартир в домах в пешей доступности до метро и не на первых этажах. На вторичном рынке в основном остались габаритные неликвидные квартиры с так называемым «бабушкиным ремонтом». Предложения по адекватной цене и с качественной планировкой и отделкой разобрали. Кроме того, выросли цены и на съемное жилье. По скорости роста цен Казань обогнала даже Москву. В прошлом году однокомнатную квартиру можно было снять за 11-15 тысяч рублей. Сейчас же комфортабельное жилье обойдется в 20 тысяч. Многие стали покупать недвижимость в инвестиционных целях. То есть в расчете на то, что сейчас купят по одной цене, а скоро цена сильно вырастет, и квартиру можно будет продать уже значительно дороже. Таким образом, и спрос, и предложения оказали свое влияние на то, что сейчас цены на недвижимость в Казани и вообще в России растут. Какие прогнозы дают участники рынка? Эксперты не прогнозируют спад цен в ближайшее время. До Нового года они будут расти и затем зафиксируются до апреля следующего года. Надежда Мещерякова, Универньюз. На этом все. В студии была Василиса Казьменко. Сюжеты из выпуска ты сможешь найти в наших социальных сетях, а также на сайте телеканала. До новых встреч! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова